Говорит дальше имам Ибн Кудам Аль-Макдиси «Ва куллю муттасим бигэрил исламу с сунна муптадя» «И каждый, кто не причисляет себя к исламу или к сунне, тот является нововведенцем». «Каррафида», как, например, «рафидиты», «иджахмиты», «ихавариджи», «кадариты», «мурджииты», «муатазилиты», «каррамиты», «куллябиты» «ваназа и рахум» и подобные им «фази и фирах адбалал» «Все эти группы являются группами заблуждений» «ватава и фульбида» и группами нововведений «Да защитит нас, Всевышний Аллах, от них». Говорит шейх Мухаммад Ибн Салих Аль-Масаймин «Признаки нововведенцев и упоминания некоторых их течений». «У нововведенцев есть несколько признаков или много признаков. Из них То, что многие из них не называют себя мусульманами или не называют себя суннитами». То есть изначально говорит, что, допустим, «я рафидит» или «я таблигуец», или «я ихвановец». То есть не говорит, что «я суннит». «Бима яхдасунаху минальбида аль-каулия аль-фи'лия аль-а-каядия». Так. И выдумывают нововведения, будь то словесные или действенные, или что нововведение в убеждениях. То, что они борются за свои взгляды, не обращая внимания эти взгляды на истине или на лжи. То есть эти взгляды являются правильными или ложными. Даже если им стало ясно, что идеи являются заблудшими. То, что они ненавидят имамов ислама и религии. И из их групп «ар-рафида», «ар-рафи'лия». Так. Первые это «рафидиты». Это те, которые перешли все границы относительно похвалы кого? Семейство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И считают за неверующих всех, кто не относится к семейству пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из-подвижников. Или считают их за грешников. И рафидитов. То есть рафидиты разделены еще между собой на множество различных групп. Из них есть те, которые перешедшие границы слишком, так или нет, которые говорят, что Али является боженством. И из рафидитов есть те, убеждения которых меньше, чем это. Но мы говорим, что все рафидиты являются кем? Неверующими. Почему? Потому что очень много моментов, которые выводят их из неверия. Как, например, то, что они считают, что Куран недостаточный сегодня, так только треть существует, две трети утеряны. Тем, что они считают, что сунна не является обязательной для следования за ней, и более того, они вообще отвергают сунну. Они сегодня топчат Куран и снимают это же самое на видео и тому подобное. То есть множество вещей, около 14 есть причин или моментов, за каждое из которых рафидиты выходят из ислама. И эти вопросы тоже разберем более подробно, где в Шархасуна Барбагаре, так как рафидиты там упоминаются. Говорят, у Аулю ма загора дбиду атом фи хиляфы Али ибн Абиталиб. И начало их появления, то есть когда они появились, эти рафидиты, это было во времена правления Али ибн Абиталиба. Когда сказал ему, то есть Али ибн Абиталибу, кто? Абдулла ибн Абиталиба. Ты говорит божество. Ты божество. То есть Абдулла ибн Абиталиба сказал Али ибн Абиталибу, что Али является божеством. И Али ибн Абиталиб приказал собрать их всех и сжечь. И их главный, то есть Абдулла ибн Абиталиб сбежал или убежал куда? В Мадаин. Это название одного из городов. И их идеология относительно атрибутов Всевышнего Аллаха разнится. Из них те, которые сравнивают Всевышнего Аллаха с творениями, из них те, которые вообще отрицают атрибуты Всевышнего Аллаха, из них есть те, которые придерживаются середины. А почему они называются арафидитами? Потому что они отказались от Зайда ибн Али ибн Абиталиба. Так у Али ибн Абиталиба был сын Хусейн, у Хусейна был сын Али, и у сына его Али был кто? Сын Зайд. Так вот, когда Зайда, вот этого ибн Али ибн Абиталиба, спросили о Абубакре и Амаре, И он сделал для них тарахмам, то есть сказал, рахимагуму Аллах, да простит их Всевышний Аллах, то есть асна алейм, то есть похвалил их. Так? Фарафа богу уабаду ангу. И они, тогда арафидиты отказались от него, и что? Удалились от него. Из-за этого рафда их назвали как арафидиты. И сами себя они назвали шиитами. Потому что они убеждены, что они оказывают помощь кому? Семейству пророка Мухаммада, салаллаху алейху ассаляму. Это шиит, то есть что делают? Оказывают помощь и поддержку. Шиит, это как партия, которая поддерживает что-либо. И требует, чтобы правителем были именно люди из семейства пророка, салаллаху алейху ассаляму. Вторая группа это Аль-Джахмия, джахмиты. Приписываются они к кому? Приписываются они к Джахму ибну Сафуану. Этого Джахма ибну Сафуана казнил тот человек по имени Салим или Салям ибн Ахуас в 121 году хиджри. Их убеждение относительно атрибутов Всевышнего Аллаха, то что они полностью их аннулируют и отрицают. Говорят, мы не предаем Всевышнему Аллах никаких атрибутов. Более того, мы зачитывали с вами слова кого? Джахма ибну Сафуана, где он говорил, я не описываю Всевышнего Аллаха чем-либо, чем можно описать творение. Говорит, уафил кадр аль кауль бель джабар. Что касается вопросов предопределения, то они являются джабаритами в этом вопросе или джабритами нам в этом вопросе. То есть, что такое джабриты? Говорят, что человек принужден своим деянием. Уафил иман аль кауль бель ирджа. Что касается вопросов веры, то они являются мурджиитами. Более того, некоторые из них даже не мурджииты, так или нет, а говорят то, что вера это что? Маарифа. Вера это познание Всевышнего Аллаха. И не то, что не мурджииты. То есть это относится к самым заблудшим мурджиитам. Те, которые говорят, что тот, кто знает, что Аллах есть, тот верующий. Говорит, То есть основа у джахмитов, то, что они говорят, то, что вера, это всего лишь подтверждение сердцем. А слово и дело не входят в веру. То есть если даже человек не говорит, и что никаких деяний не делает, он все равно у них верующий. Поэтому тот, который совершает большой грех, у них является верующим, у которого вера полноценная. Исходя из этого, они являются кем? Аннулирующими атрибуты Всевышнего, являются джабритами, мурджиитами, и к тому же еще сами разделились на множество течений. То есть джахмиты на самом деле собрали себе что? Собрали себе куль-любаля, так, все проблемы. И сегодня, к сожалению, этот мозгат, то есть джахмитский, распространяется на наших республиках под чем? Чем под ширмой матуридии. Понятно или нет? А матуридии это одно из ответвлений джахмии. В более какой? В более легкой форме. То есть джахмиты это перешедшие все границы. Матуридиты это что? В более легкой форме те же самые джахмиты. Говорит Аль-Хаварич. Третья группа это хариджиты. Это те, которые вышли против Алибна Виталиба для сражения с ним, потому что он назначил двоих людей для разрешения вопроса. И этот вопрос тоже мы разберем подробно во время Шарфа Сунна Барбагари. То, что они отрекаются от Усмана и Алибна Виталиба. Сегодняшние Хаваричи отрекаются от Усмана и Али или нет? Нет, так или нет? Говорит Аль-Хуржи Аляль-Имам Иза Халава Сунна. И выход против правителя, если он противоречит Сунне. И можете у себя записать то, что это для них является хак-ун-ваджиб. Как они говорят, это является не просто разрешенным выход против правителя, а в их мазхабе, то есть у Хаваричи, это является обязательным условием, так? То есть религией, то есть ты обязан выходить против правителя, если они противоречат Сунне. В смысле, что совершат какие-то грехи большие или судят не потому, что не спасла Аллах и так далее. Это является их обязанностью. И в довод они приводят то, что пророк Салалу Ассаляма или же Абу Бакар говорил, что народ будет наистине, пока их правитель наистине. То есть если правитель отходит от истины, то и люди отходят от истины. Понятно ли? Исходя из этого, они говорят, что очень важно, чтобы правитель был мусульманин, суннит и так далее. Если он не мусульманин, например, или грешник и тому подобное, соответственно, его надо свергнуть для того, чтобы не заблудился остальной народ. Вот это их доводы. Вот Акфир Фааль Аль-Кабира. Также из их Мазхаба, это то, что они объявляют неверующим того, который совершает большой грех. Вот Ахлиди и Финнар, и говорят то, что он навсегда будет в огне. Гум Фира Кун Адида. И они так же, что многих Мазхабов. Так, из них много Мазхабов. Тоже около 20 Мазхабов. Аль-Кадария, четвертая группа, это Кадариты. Гум Ладзина Якулюна Бинафил Кадар. Это те, которые говорят то, что нет предопределения. И то, что человек обладает чем желаниями и силой, отдельно и не связано с желанием и силой от Аллаха. То есть, человек делает то, что захочет, и Всевышний Аллах не имеет к этому никакого отношения. То есть, человек сам творит свои деяния так, что Всевышний Аллах ему этого не творит. И человек может сделать то, что Всевышний Аллах даже не захочет. То есть, Всевышний не захочет этого в бытие, но человек все равно это сделает. Понятно ли нет? Это идеологика Кадаритов. Во ау валю ман азхарал кавль биги Маабад аль-Джухани фи ауахир асри сахаба. Первый, который выразил эту идею, то есть, первый, который выразил идею Кадаритов, был человек по имени Маабад аль-Джухани, где в самом конце века сподвижников. Талакаван раджалин маджуси фи лбасра. Эти идеи он перенял от одного из огнепоклонников Басры. И в других источниках приходит то, что он взял это от одного из христиан. Вагум фирхатан гулят уагир гулят. И Кадариты бывают двух видов, так, перешедшие все границы, и меньше этого. Фадгулят юнкеруна альмаллах ва кудратагу. Что касается перешедших все границы, то они отрицают знание Всевышнего Аллаха, его волю и его мощь. И также отрицают то, что Всевышний творит действия рабов. А почему они это отрицают? Исходя из своего сомнения, что если мы скажем, что Всевышний творит деяния рабов, а рабы совершают что? Несправедливость. Значит, Всевышний совершает несправедливость. Вот такая логика привела их к таким убеждениям. Говорит, И их сегодня уже нет или почти нет. И мы говорили, что, что более застверг, что они есть, но их мало. И как говорит пророк, какое бы время ни пришло, то время, которое будет дальше, будет хуже. Так или нет? И неудивительно, если эти люди до сих пор существуют. То есть те, которые говорят, что Всевышний не знает о том, что творят творение, кроме как после того, как они сотворят. А из кадаритов есть те, которые не перешли всех границ. Они веруют то, что Всевышний знает о творениях рабов, даже до этого, о действиях рабов, даже до их совершения. Но говорят то, что они не происходят по воле Аллаха и по его мощи, и по его творению. И это то, на чем утвердился мозгаб кадаритов. То есть, если сегодня говорят кадариты, имеют в виду кого, которые говорят, что да, Всевышний Аллах знает о том, что происходит, или о том, что произойдет, но то, что происходит из грехов, допустим, так, это происходит не по воле Аллаха, не по его желанию, не по его творению. Аль-Мурджи. А пятая группа это Мурджи. Это те, которые говорят, что действия, дела не входят в веру. Ирджи это что? Ирджи это тааххор, то есть откладывание назад. То есть, они говорят, что дело не входит в веру. Из-за этого их назвали как аль-мурджи, то есть мурджииты. Ай-та-хири-хи-ангу, то есть дело не входит в веру. Фалейс аль-амал индам минал иман, валиман муджаррат али-крар бил-кальб, и дело у них не входит в веру, а вера у них это просто подтверждение сердцем. Фал-фасику аль-дам муминун каиму лил-иман, поэтому грешник у них является верующим с полноценной верой. Понятно или нет? Почему? Потому что вера у них либо есть, либо нет. То есть вера у всех одинаковая. Если ты веришь в Аллах, все, у тебя вера есть. Ты тоже веришь в Аллах, у тебя тоже вера есть. У вас вера одинаковая, одинаковая, потому что это нечто, что либо есть, либо нет, как знание. Либо ты знаешь о чем-то, либо ты о нем не знаешь. Понятно или нет? Здесь говорит то же самое. Поэтому грешность не влияет у них на веру. Человек может совершать большие грехи, а второй быть праведным. Но они говорят, вера у них одинаковая, потому что оба они верят во Всевышнего Аллаха. Говорит, воин фааляма фааляминал маасы, что бы он ни сделал из грехов, они говорят, если мы объявляем неверующим кого-то за оставление каких-либо вещей из шариата, то это потому, что он не подтверждает их сердцем. Понятно или нет? То есть они отрицают мукаферат, то есть те вещи, которые выводят человек из ислама, словесные и действенные, оставляют только какие дела сердца. Ла литарки гадал амаль. То есть не просто из-за того, что человек оставил какое-то дело, они выводят его из ислама. Так обязательно у них должно быть связано это с сердцем. Вадамадабальдягмия. И в основе это мазгаб кого? Джагмитов. И мазгаб мурджиитов полностью противоположен кому? Мазгабу хавариджи. Которые наоборот говорят, что противоречит мурджиитам и посередине находится Аль-Хасану Аль-Джима. Говорит Аль-Муатазила, шестая группа это муатазилиты. Атбай Васыль ибн Ата. А кто такие муатазилиты? Это последователи Васыля ибн Ата. Аль-Лазии Атазила мажлис Аль-Хасана Аль-Басри. Который удалился из мажлиса Аль-Хасана Аль-Басри. И он утвердил то, что грешник неверующий, но и не неверующий. Так или нет? То есть он и не является верующим, но и неверующим тоже не является. Он в том месте, который между двумя. Между верой и между неверием. Он неверующий и он и не неверующий. Но в итоге он все равно навечно окажется в огне. То есть здесь они говорят в Дуни, он и не из верующих, но он и не из неверующих. Но в итоге он навсегда останется в огне за совершение большого греха. Что касается муатазилитов и их мазгаба в чем? В атрибутах Всевышнего Аллаха, то они джагмиты. Так или нет? Или то есть аннулируют атрибуты Всевышнего Аллаха. То есть муатазилиты, они легче, чем джагмиты. Джагмиты это совсем ушедшие в заблуждение. Муатазилиты легче этого, затем ашариты, затем матуридиты. Понятно или нет? То есть хуже, потом менее, потом менее, менее. Говорит, Что касается вопросов предопределения, то муатазилиты являются кадаритами. И они отрицают, что причастны Всевышнего Аллаха к действиям рабов. Что касается вопроса, как поступать с тем, который совершает большой грех, то относительно него они говорят, что он навечно в огне. Он выходит из веры в то место, которое между верой и неверием. Понятно или нет? То есть он выходит из веры, но не попадает в неверие, а остается где-то посередине. И в этих двух последних вопросах они полностью противоречат кому? Джагмитам. Седьмая группа это Каррамиты. Кто такие Каррамиты? Адба Мухаммад ибн Каррам. Это последователи человека, который звали Мухаммад ибн Каррам. Аль-Мутавфа. Здесь везде у меня написано Мутавфи. Это неправильно. Мутавфи это кто? Всевышний Аллах. Тот, который упокоил. То есть должна быть что? Алиф, а не я. Тут везде я написано. Аль-Мутавфа сана миятин хамс хамсин. То есть погиб, ой, погиб, говорю. Так, скончался он в каком году? В 255 году. Ямилюна или Ат-Тажбих. Кто такие Каррамиты? В вопросах атрибутов Всевышнего Аллаха они ближе к тем, которые уподавляют атрибуты Всевышнего Аллаха атрибутам творений. Ван-Каул биль-эрджа. Что касается вопросов веры, то они мурджииты. Вагум-таваиф мутааддида. И их также много групп. Каррамиты это не одна группа, разделяются еще на много групп. И восьмая группа это Ас-Салима, так, Салимиты. То есть Ат-Бау-Раджу-Лью-Каллу-Ибну-Салим. Это последователь человека, о котором говорят, что его звали Ибну-Салим. Якулю-Набит-Тажбих. Они тоже уподавляют, что атрибуты Всевышнего Аллаха атрибутам творений. Ва-Ази-Ят-Таваифа лати-Закара-Аль-Муаллифу-Макал. Это те группы, о которых упомянул автор, то есть Ибн-Укудам-Аль-Махдис. И затем он сказал. И подобные им, как, например, Аш-Ариты. Ат-Ба Аль-Хасан Али Таев. У вас как написано? Аб-Аль-Хасан? Айнам. Аб-Аль-Хасан, сах? Аб-Аль-Хасан? Аль-Хасан Али-Ибну-Исмаил Аш-Ари. Аб-Аль-Хасан Аль-Аш-Ари должен быть. У тебя как? Аб-Аль-Хасан написано? Айнам. Говорит, это те, которые следуют за Аб-Аль-Хасаном Аль-Аш-Ари, которые звали как? Али-Ибну-Исмаил. Кан-Ифи-Ау-Амри-Хи-Ямилу Ил-Аль-Ати-Зал. В начале своего пути, так, он был из тех, которые склонялись к Мазхабу-Муатазилитов. Более того, был Муатазилитом. Так, он был Муатазилитом. Хат-Та Балагал-Арба-Им-Мин-Умри-Хи. Затем, когда достиг 40 лет из своей жизни, Сумма-Аль-Ана-Таубатугу-Мин-Залик объявил свое покаяние от этого Мазхаба. Вабайя-Набутлан Мазхаб Аль-Муатазиля. Более того, затем написал труды, в которых разъяснял ложность этого Мазхаба-Муатазилитов. Ватамаса каби Мазхаб Ахли-Сунна, рахимагуллах. И затем схватился за Мазхаб кого? Ахли-Сунна. Но до этого он стал кем? Вышел из кого? Из Муатазилитов перешел в Мазхаб Куллябитов. То есть не сразу стал суннитом. Потом перешел в Мазхаб Ахли-Сунна-Лжима. А что касается тех, которые приписывают себя к нему, то они остались на Мазхабе, который сегодня называется Мазхабом Ашхаритов. Хотя сам Абул-Хасан Ашхари отказался от этих убеждений. Так или нет? То есть они заследуют за человеком, который отказался от тех убеждений, за которыми они следуют. Следует. Из всех атрибутов Всевышнего Аллаха они отрицают все, кроме семи атрибутов. И то, брат, когда мы говорим, что они подтверждают семь атрибутов, они подтверждают их не так, как подтверждают их Ахли-Сунна-Лжима. Понятно или нет? То есть они подтверждают их по-своему. Они говорят, почему мы эти семь атрибутов подтверждаем, потому что разум указывает на это. А что касается остальных атрибутов, то они делают им ложные тавсиры. Говорят, имеется в виду не это, а имеется в виду то и так далее. И мы упоминали, что Ашхариты на самом деле, относительно атрибутов Всевышнего Аллаха, скольки Мазхабов? Двух Мазхабов сказали. Первый Мазхаб это те, которые делают ложные тавсиры, а второй Мазхаб, который вообще тавсирах не делают, но делают что-то фует. Мы, говорит, не знаем, что имеется в виду пословом Сах. И для нас Сах, Ият, Иваджи, это одно и то же. Так, одно и то же смысл, чего мы не знаем. Ашхариты в этих вопросах, в остальных, кроме семи атрибутов Всевышнего Аллаха, делятся на две. Либо муфауида, либо кто, либо муауида. Понятно или нет? Точно так же, как матуридиты. Точно так же, как матуридиты. Так вот, те атрибуты, которые они утверждают, установлены в следующем стихотворении. Хайюн алимун кадирин валькаламу ля и радатун уаказакасаму вальбасару. Живой, знающий, мощный, так, точнее, что кадир, способный, валькаламу ля, разговаривающий, желающий, и так же слышащий и видящий. То есть, они утверждают вот эти семь атрибутов. Какие? Жизнь, знание, мощь, разговор, воля, слух и что? Зрение. Вот эти семь атрибутов, они Всевышний Аллах подтверждают. И то подтверждают это не так, как подтверждают алисуну аль-джима. А остальные все отрицают. В каком смысле? Либо делают ложный тофсир, либо говорят, мы не знаем, что под этим имеется в виду. В вопросах того, как Всевышний Аллах разговаривает. То есть, у них свое понятие разговора Всевышнего Аллаха, как мы это разбирали на прошлых уроках. А также в вопросах чего? Предопределения. И других вопросах во множестве у них есть отклонения. Продолжение следует.